добрый день дорогие подписчики сегодня у меня выходной на улице штормовое предупреждение ветер сильный поэтому на улицу никуда не хочу уходить хотел на рыбалку съездить но в такую погоду какая рыбалка решил заняться домашними какими-то делами сейчас посмотрю разберу газовую плиту с электро розжигом не работает там две конфорки жена замучила горит рада давай продадим а еще посмотрю может быть что-то можно с ней сделал если возможно то починил заодно может быть сниму ролик вот он у меня тут помощник тесси ты моя хорошая все такая будешь помогать мне еще есть тут меня дела ремонт балкона но это время терпит попозже буду доделывать а сейчас займусь плитой плита недорогая бюджетная мы сюда переезжали в новостройке купили флама за 10000 с электророзжигом через интернет покупали ну вот она отработал нас два года и сломался электророзжиг двух комфоров сейчас я заодно сын мне купил штатив новый попробую его обкатаю еще ни разу им не пользовался он тут и кнопочкой автоматического включения она работает от блютуса так что попробуем через ней так ночью смотрите давайте проверим какие у нас работает какие нет это ближние не работает это разожглась дальние правая дальние левая работает а третья заработала прекрасно она не работает 1 сейчас мы разберем и посмотрим как ее починить для начала работы надо просто отключить плиту от сети чтобы не было никаких проблем у меня на здесь прозеточка удергивается все и мы сейчас займемся разбором плиты так начнем с того что решетки убираем убираем горелки комфорки нет правильно так назвать ты горелки так для того чтобы не потерять никаких шурупчиков и гаечки берем специально тарелочку и на нее складываем все винтики до этого у меня ломалась кнопка сама розжига нагрелась от духовки и просто провалилась внутрь нажали на нее и она провалилась я ее разбирал уже в эту плиту чинил поэтому у меня боковые винты они не закручены чтобы каждый раз стол не разбирать чтобы добраться до плиты и у меня просто их там нет на работу плиты это не влияет никак а доступ всегда открыть сейчас я вам покажу все это внутри все это я делаю потому что во первых газовики могут конечно прийти поменять но я не уверен что они знают все модели и как они чиниться да и набирают таких специалистов по объявлению которые умеют только краны помазать они могут не то чтобы вам починить они просто могут вам доломать эту плиту причем за это я сомневаюсь что они отвечать будут у меня уже был такой случай у знакомых который у которой работал две комфорте они пришли она попросил починить он просто ее доломал ушел она пошла и купил новую плиту ну может быть это еще и он ей добрый дел такой сделал что избавил ее от хлама можно и так сказать так ну и что значит снимаем верхняя часть так вот они у нас здесь я не знаю сейчас посмотрю вам видно или нет нет но не видно сейчас покажу вот он блок розжига котла ой не котла это плиты так смотрите чтобы проверить можно достаточно знаете поменять фишки от рабочей на нерабочей и будет видно результат виноват блок или что то еще какая то может быть допустим наружная изоляция проводов или где то контакта не хватает я просто взял и поменял фишки местами так вот смотрите так вот у нас не работает вот это правая ближняя я ее вытаскиваю взял и поменял с другой с рабочей местами можно не местами а просто ее переключить на эту вот отлично а теперь надо проверить для этого все что надо поставить горелку не знаю вам видно нет наверное не видно сейчас секундочку вот смотрите я горелку поставил на место так поджиг в розетку включил и теперь сейчас мы проверим видите работаем значит проблема именно в блоке розжига не работает только один канал съездил я по интернету посмотрел в городе где есть мастерские по ремонту ботовых приборов газовых плит позвонил и узнал у них в принципе есть и каталог запчастей ну проще позвонил узнал есть наличие каких моделей большинство в плит у них детали взаимозаменяемые вот та деталь которая здесь стоит она китайского производства может быть поэтому срок службы у нее слишком короткий сейчас я купил другой блок розжига вот смотрите я не знаю сейчас вот смотрите я не знаю вам видно ну эта деталь немножко другая единственное не написано фирма производитель ну сейчас ее поставим и проверим насколько она рабочая так значит снимаем эти кремы отлично так отключаем питание есть я для себя подписал клемма какая куда подходит не вижу не думаю что там принципиально плюс-минус на всякий случай написал чтобы не было проблем так где у нас будьте осторожнее хорошо если намагничена отвертка тогда вы может быть не потеряете я один раз уронил болтик плиту до сих пор не нашел пришлось искать у себя запасные поэтому постарайтесь чтобы отвертка была нормальная либо просто аккуратненько так клемма накинули так и теперь подключаем ничеклима от тамфорок аккуратненько не спешите если не идет второй одной стороной переверните вдруг чтобы не поймать там контакт потом не менять сами фишки не спеша все я поставил на место можно конечно все их сразу проверить чтобы потом не разбирать всю плиту сейчас секундочку я поставлю так отлично отлично вес тут небольшой комфорок чтобы там трубки отломились или что-то или погнулись просто аккуратненько без фанатизма так все теперь включаем в розетку плиту и проверяем работу комфорок сейчас я переставлю штатив чтобы видно было так надеюсь теперь все видно так поехали это которая не работала это дальние это тоже дальние и это работает работают все значит причина была в блоке розжига так что еще по этому опять отключаем из розетки и собираем плиту в обратном порядке смотрите если не успели нагреться а то бывает горячее или на плиту на стол поставите сплавите что-нибудь или руки оборвете поэтому долго не давайте гореть так ставим крышку назад ничего не забыли вроде нет так там у нас что что вроде все нормально так поехали значит здесь смотрим чтобы во-первых совпадали с этими с отверстиями чтобы ничего не отломить так все у нас не село еще что там мешает секундочку ну что собираем дальше в обратном порядке села на место тут тоже не спешите придерживайте чтобы винтик никуда не уранить не разбирать панно было бы шуруповертом быстрее было но я не хочу чтобы лишние усилия там шуруповертом можно что-то и сорвать и отломить хоть и там и есть регулировка торопиться мне некуда я потихоньку делаю все некоторые вон горелочки они провалились и чего страшного легко достаются пальцем раньше у меня была гефест плита газовая белорусская мне нравилась очень хорошая плита но она подороже из-за того что бренд хотя одна комфорта также была проблемная она у нас проработала лет десять и одна просто не разжигалась я тогда жил в другом месте там не было запчастей да и на форуме смотрел вроде там проблема такая прям неразрешимая окажется все просто просто надо найти мастерскую купить деталь и поменять ее цена вопроса 400 рублей есть там блоки розжига не на 4 канала а на 6 каналов я в принципе думаю что это был бы еще лучше вариант просто не стал экспериментировать а вообще были бы допустим два запасных канала вдруг что-то один канал вышел из строя просто перекинул фишку и у тебя опять работает плита я что-то думал об этом но уже или потом про это подумал ну надо было бы конечно или у них спросить мастерской у специалистов что возможно такое или нет поэтому если на будущее если у вас появится желание спросить у специалистов были бы два запасных канала ну вот я в принципе собрал сейчас эти конфорки эти горелки назад ставим и ремонт у нас почти почти закончил у меня есть еще один полезный совет слово лайфхак мне не нравится очень и во первых его произносить как-то неприятно даже во вторых русские русское слово полезный совет мне даже кажется лучше звучит комфорт у эти тарелочки вот эти отражатели они металлические и после того чтобы после того как вы их помыли они начинают ржаветь поэтому я для себя вопрос решаю проще конечно хорошо бы это были бы керамические или чугунные они меньше ржавеет но я для себя решил это проще сейчас секундочку покажу так так берем ватный диск мочим его в растительном масле и смазываем пятачок этим маслом слегка масло потом немножко обгорает но зато оно не образуется таки защитное покрытие и месяц полтора может два проблемы с ржавчиной решена ну вроде бы на этом все все работает вот на этом вроде бы и все спасибо за просмотр и